Здравствуйте. Меня зовут Марцис Гассунс. Я кандидат в филологических наук. И с 2016 года с помощью планеты, то есть краудсорсинга, собрал 716 тысяч на издание уже 9 книг по санскриту. В моей серии книг «Библиотека санскритика» выходят репринты и новые издания. И я хочу поговорить о словарях. Тем более, что древнеиндийская лексикография – это то направление, в котором я знаю, пожалуй, очень много. Оно близко моему сердцу. И я много лет своей жизни посвятил тому, чтобы вникнуть в то, как устроены электронные словари. И как, основываясь на этом, можно улучшить бумажные. В 2016 году первая книга, которую я издал с помощью планеты – это был словарь санскритско-русский «Словарь Кассовича». Удалось собрать невероятно крупную сумму. Это был первый проект на планете. И я понял, что это возможно. Я не очень-то верил в то, что люди захотят купить книгу по предоплате. Книгу, изданную впервые в середине 19 века. Но, тем не менее, это был мой первый опыт на планете. И первый санскритско-русский словарь. Еще до этого, в 2014 году, я издал второй том санскритской хрестоматии Фриша. И в ней, собственно, мы имеем другой образец отличного учебного словаря. То есть, у нас есть Кассович, у нас есть Фриш. Тут, конечно, совершенно разное количество слов. Там 14 тысяч статей в Кассовиче, 8 с чем-то в Фрише. Они теперь есть и в электронном виде. В смысле не в виде скана, а в виде некоторой базы данных. В 2018 году я издал отдельно грамматический очерк санскрита Академика Андрея Анатольевича Злезняка, который до этого выходил как часть санскритско-русского словаря Веры Александровны Кочергиной. И, собственно, сейчас, в конце 2020 года, я объявляю сбор средств на новое издание словаря Веры Александровны Кочергиной, в которой очерк составляет некоторую часть. Чуть больше десятой части, на самом деле. Просто бумага более хорошая в очерке, поэтому может показаться, что не так. Вот. И здесь входят еще и другие статьи Андрея Анатольевича. Вот. Словарь. Словарь. Мне бы хотелось издать его очень достойно. Словарь впервые вышел в свет 1978 году. Потом второе издание, собственно, которое я держу. Второе наиболее типографически полноценное. Это как раз второе издание. Вот. Ну и первое было издано просто изумительно. Просто на самом деле изумительно. То есть тут есть такие вещи, которые мне бы хотелось повторить. Значит. Словарь выходил, значит, в 1978, 1987, 1996 и 2005. В 2005 он был издан откровенно плохо. В 1996 так себе. Мне бы хотелось издать, как это было при Советском Союзе. Вот. То есть на хорошей, тонкой, дорогой бумаге. С жестким картоном, с тиснением, с эссе. И это стоит достаточно дорого. Даже на более простой бумаге просчет в типографии науки выдает сумму 332 тысячи рублей для тиража в тысячи экземпляров. И я буду издавать не в науке, потому что наука не может сделать всего того, что я хочу в плане качества печати. Это некоторый ориентир. Итак. Ну и нам нужен человек. Предпечатная подготовка тоже стоит денег, соответственно. Ну, себестоимость будет где-то 400-450 тысяч рублей. Это будет себестоимость. Чтобы получить словарь, ну, так как он не издавался с 1987 года. Это самый полный академический санскритско-русский словарь. На 29 тысяч слов. У него есть свои недостатки, свои опечатки, разумеется. Но все равно это выдающийся труд. Не уникальный, но выдающийся труд в плане лексикографии. Он основывается на санскритско-немецких словарях. Ну и, собственно, грамматический очерк санскрит. Это, конечно, совершенно гениальное произведение. Которое моих учеников уже есть на руках отдельно. Но, собственно, для тех, у кого нету отдельного издания очерка, собственно, он войдет как часть санскритско-русского словаря. То есть в 2021 году, в начале 2021 года, я планирую издать, переиздать эту книгу как часть серии библиотека санскритика. Прошло 15 лет, и нам нужен словарь среднего размера. То есть, как бы, вот у нас есть маленький фриш. У нас есть первый в истории санскритско-русский словарь Косовича. Ну, собственно, это хорошо. Ну, для более подробного разбора нам потребуется словарь Кочергеной. Словарь Кочергеной на бухганистическом рынке стоит сейчас 2-3,5 тысячи рублей. Это и не дорого, и не дешево. Ну, это так, как оно есть. Пришло время пересдать словарь. Учебник санскрита Веры Александровны пересдается каждые полгода. Это самая тиражная книга о санскрите на русском языке. Тираж больше 10 тысяч экземпляров. Книга для чтения, второе издание, должно выйти еще до конца этого года. То есть, это, как бы, трилогия. И вот, основная часть этой трилогии, это учебник и санскритско-русский словарь. Который я смогу издать, если вы этого захотите. Спасибо. До свидания.